здравствуйте уважаемые студенты дисциплина охрана труда тема номер 11 основы техники безопасности на предприятиях информационного обслуживания мы продолжаем прошлую тему сегодня мы рассмотрим следующие вопросы два вопроса классификация производства помещений по опасности поражения электрическим током напряжение шаговые и прикосновения второй вопрос технические средства защиты от поражения электрическим током их назначение область применения и характеристики вероятность электротравмы во многом определяется видом помещений который по степени опасности поражения электрическим током делит на особо опасные с повышенной опасностью и без повышенной опасности к помещениям особо опасным относят помещение с относительной влажностью близко к сто процентов с химически активной средой действующие разрушающие на изоляцию и токоведущей части электрооборудования при наличии двух или более условий повышенной опасности к помещениям с повышенной опасностью относят сырые помещения с относительно влажностью до 75 процентов с наличием токопроводящих пыли с токопроводящими полами сюда относятся металлические земляные железобетонные кирпичные горячие температура превышает 300 градусов цельсия с возможностью одновременно прикосновения человека к металлическим конструкциям здания имеющим соединение землей технологическим оборудованием механизмами с одной стороны и к металлическим корпусом электрооборудования с другой все остальные помещения относят к помещениям без повышенной опасности основные причины электротравматизма следующие первое это случайно прикосновение к токоведущим частям находящимся под напряжением это могут быть оголенные провода контакты розеток шины рубильники в результате проведения работы вблизи или на этих частях то есть это может быть сверление дрелью пробивание отверстий неисправных защитных средств которыми пострадавший прикасался к токоведущим частям ошибочное принятие находящихся под напряжением оборудования как отключенных второе неожиданное возникновение напряжения из-за повреждения изоляции там где нормальных условиях его быть не должно как контакт токопроводящие оборудование с проводом находящимся под напряжением замыкание фаз на землю и так далее 3 появление напряжения отключенных частях оборудования в результате ошибочно включение тогда когда на нем выполняют работы замыкание между отключенными и находящимся под напряжением проводами наведение напряжения от соседних работочек установок и тому подобное четвертое возникновение только токового напряжения на поверхности земли в результате замыкания провода на землю неисправности устройства сземлений занулений и так далее следующий вопрос это правило перемещения в зоне шагового напряжения посмотрите на рисунки человек оказавшийся в зоне растекания тока по земле попадает под напряжение которое называется шаговым который вблизи провода достигает опасного значения шаговое напряжение зависит от расстояния между точками соприкосновения человека с землей для того чтобы обеспечить безопасность уходить от упавшего провода следует мелкими шагами менее длинной ступни на расстоянии 20 метров от упавшего провода напряжение как правило равна нулю вот посмотрите на рисунке в радиусе 8 метров от мест касания земли электрическим проводом можно попасть под шаговое напряжение передвигаться в этой зоне как уже было сказано следует в диэлектрических ботах или галошах либо гусиным шагом то есть это пятка шагающей ноги не отрываясь от земли представляется к носку другой ноги здесь вот красным дано что нельзя делать отрывать подошвы от поверхности земли и делать широкие шаги вот он и следующее нельзя приближаться бегом к лежащему проводу всегда нужно очень медленно медленно шаг в помещениях с повышенной опасностью напряжение необходимо использовать не выше 42 вольт а в особо опасных и вне помещений для светильников и электроинструментов напряжение не выше 12 вольт присоединять переносные токоприемники к электросети нужно с помощью специальной вилки и розетки с заземляющим контактом который длиннее рабочих контактов в полтора или в два раза из-за нарушения целостности изоляции или обрыва проводов корпуса электрических машин трансформаторов светильников приводов электрических аппаратов каркасы распределительных щитов шкафов и другие металлические токоведущие части могут оказаться под напряжением если при этом установка не имеет контакта с землей то при прикосновении к ней возникает опасность поражения людей электрическим током для того чтобы предупредить эти опасности связанные с переходом напряжения на не только ведущие металлические части служат специальные меры это заземление зануление и защитное отключение и давайте мы рассмотрим каждый из них в отдельности защитным заземлением называют преднамеренно электрическое соединение землей металлических не только ведущих частей которые могут оказаться под напряжением заземление электроустановок необходимо выполнить во всех случаях при напряжениях 500 вольт и выше при напряжениях выше 42 вольт переменного тока и 110 вольт постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью особо опасных и наружных электроустановках заземляющие устройства это совокупность заземлители и заземляющих проводников заземления бывают выносные и контурные в первом случае заземлители располагают на некотором удалении от заземляемого оборудования они защищают за счет малого их сопротивления то есть максимальное значение сопротивления заземляющих устройств 4 ум при контурном заземлении заземлители располагают по контуру вокруг заземленного оборудования на небольшом расстоянии друг от друга в качестве заземляющих проводников могут быть использованы металлические конструкции зданий стальные трубы стальные оболочки кабелей круглопроводники диаметром не менее 5 миллиметров голые медные и алюминиевые проводники с сечением 6 и 4 миллиметра квадратных заземляющие жилы кабели с сечением для меди 1 миллиметр квадратных для алюминия полтора квадратного миллиметра угловая сталь и другие категорически запрещается запомнить уничтожить заземляющий провод переключать его с одной пластины вилки прибора на другую присоединять и менять местами провода подходящие к штепсельной розетке так как это приводит к поражению электрическим током распространенным способом защиты сетей напряжением до 1000 вольт служит за нуленье под которым понимает преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным или заземленным проводом металлических токоведущих частей оборудование которые могут оказаться под напряжение за нуленье применять при четырехпроводной системе трехфазного тока с глухо заземленной нейтралью смысл за нуленье состоит в том что оно превращает замыкание на корпус в однофазное короткое замыкание в результате которого срабатывает максимальная токовая защита т.е. перегорает предохранитель отключающий поврежденный участок от сети для увеличения безопасности нулевой провод заземляют в нескольких точках выполнение зануления трехфазных электролит осуществляет ответвлением от нулевого рабочего проводника на распределительном щите возможно одновременное зануление и заземление одного и того же корпуса но одновременное зануление одних и тех же заземлений других машин в одной и той же сети запрещено тоже нужно запомнить это защитное отключение это наиболее совершенный способ защиты от появления опасного напряжения на конструктивных частях электрооборудования с помощью специального автомата оно обеспечивает мгновенное отключение поврежденной установки при возникновении на корпусах опасного поля напряжения при возникновении аварии не срабатывание защиты при перегрузках и коротких замыканиях электропроводки электрических машин возгорания изоляции попадания под напряжение и т.п. необходимо немедленно нажать кнопку аварийного отключения питания затем следует предпринять действия в зависимости от характера аварии т.е. оказание первой помощи пострадавшим местное отключение поврежденного оборудования вывода его в ремонт и т.д. при эксплуатации электроустановок иногда возникают условия при которых даже самое совершенное из их исполнений не обеспечивать безопасности работающие требуется применение специальных средств защиты к таким средствам защиты относятся обратите внимание это изолирующие штанги и клещи токоземлительные клещи и указатели напряжения диэлектрические резиновые изделия и изолирующие подставки переносные заземления и ограждения вот они переносные заземления и ограждения как я говорила монтёрский инструмент с изолирующими рукоятками предупредительные плакаты защитные очки рукавицы предохранительные пояса приставные и подсветные подвесные лестницы лестницы стремянки вот с правой стороны вы видите это все специальные средства защиты какую же мы должны теперь оказать первая помощь при несчастных случаях от электрического тока она состоит из двух этапов это первое освобождение пострадавшего от действия тока и оказание ему довраченными в помощь для отделения пострадавшего от тока ведущих частей при напряжении до 1000 вольт необходимо в первую очередь обезопасить себя ни в коем случае нельзя касаться открытых частей тела или участков влажной одежды первым есть оказывающая помощь должно быть быстрое отключение электроустановки который касается пострадавшей при невозможности быстрого отключения нужно помнить что в большинстве случаев пострадавший сам оторваться от проводов не может и поэтому воспользовавшись сухой палкой одеждой доской нужно оттащить его от тока ведущих частей рекомендуется при этом действовать по возможности одной рукой конечно если двумя то получается вы только замыкаете оказывающий помощь должен надеть диэлектрические перчатки или обмотать руки шарфом надеть на руки сухонную фуражку или использовать другую сухую одежду если у вас под рукой нет диэлектрических перчаток если нет возможности оттащить пострадавшего то следует перерубить или перерезать провода топориком сухой деревянной ручкой или перекусить каждый провод кусачками с изолированными рукоятками если попавший под напряжение находится в сознании то но испугался растерялся можно резким окриком подпрыгни заставить его отделиться от земли для разрыва цепи то есть нужно человека просто испугать чтобы он не думал о том что он находится под напряжением вот посмотрите перед вами картина первая картина где человек попадает под напряжение то есть картина а то есть мы отключаем от предохранителя втором случае посмотрите нужно топором рубить вот этот вот розетки где человек держит провод третьем случае посмотрите человек сам он не может отпустить руку что делает человек его отдергивает или должен крикнуть подпрыгни и в третьем случае посмотрите в четвертом случае посмотрите палкой деревянной человек что делает убирает провод меры первой доврачебной помощи после освобождения пострадавшего от действия тока зависят его состояние если пострадавший дышит находится в сознании то его следует уложить в удобное положение расстегнуть на нем одежду и накрыть обеспечив до врача полный покой если даже человек чувствует себя удовлетворительно все равно нельзя позволить вставать так как отсутствие тяжелых симптомов после поражения электрическим током не исключает возможности последующего ухудшения состояния человека когда человек находится в бессознательном состоянии но у него сохраняется устойчивое дыхание и пульс следует дать ему нюхать на шатерный спирт обрызгать лицо водой обеспечивая покой до прихода врачей ну а если пострадавший дышит плохо или не дышит ему тогда немедленно надо делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца итак ребята перед вами на рисунке дается два способа искусственного дыхания первый способ это рот в рот или рот в нос эти способы заключаются в следующем оказавшийся оказывающий помощь набирает в легкие как можно больше воздуха и приводит энергетический энергичный выдох в легкие пострадавшего через рот или через нос вот посмотрите через нос или через рот соблюдать секундный интервал между искусственными вдохами во время каждого вдвания полтора или две секунды перед началом искусственного дыхания нужно убедиться в том что верхние дыхательные пути травмированного свободны для прохождения воздуха первую помощь оказывают по возможности на месте происшествия производить искусственное дыхание следует непрерывно до достижения положительного результата или появления бесспорных признаков смерти на этом у нас урок заканчивается и в конце вам не предоставила список литературы но и вопросы для самоконтроля здесь два вопроса первое под какое напряжение попадает человек оказавшийся в зоне растекания токов по земле и второй вопрос на какие категории делит по степени опасности поражения электрическим током производственные помещения все эти вопросы мы сегодня рассмотрели на этом у нас урок закончен до свидания